Всем здравствуйте! Сегодня у меня для вас кое-что новенькое. Я в первый раз собираюсь сделать это, потому что многие просили меня об этом. И мне немного неловко, так как мне не хочется делать то, что делают другие. Но я попробую сделать это немного по-другому. Давайте же посмотрим, что у меня из этого получится. Я собираюсь сделать реакцию на видео. И, конечно же, я собираюсь посмотреть именно это видео. Я знаю, что, возможно, кто-то из вас его не видел. Я думаю, это была бы прекрасная возможность познакомить вас с самым наедичайшим голосом, который сразил меня на повал. И обычно, когда снимают реакции на видео, подразумевается, что человек смотрит это видео в первый раз. Я не собираюсь вам лгать и сразу скажу, что я смотрел это видео миллион раз, потому что я просто очарован самим исполнителем. Я хочу немного рассказать вам о нем и поделиться с вами своим взглядом. Но прошу помнить, что я его поклонник, что я его фанат. Я допускаю такую мысль, что у вас может быть другое мнение, и он не впечатлит вас с первого раза. Как я сказал, я хочу рассказать вам об этом певце. Он родом из Казахстана. Ему 26 лет, и его зовут... Это парень. Это страна Казахстан. Находится между Китаем и Россией. И у них есть свой язык. Также они владеют русским языком. Этот парень может говорить на нескольких языках. Мы послушаем песню. Я сделаю субтитры слов песни на испанском языке, потому что эта песня производит глубокое впечатление. Тем более, когда исполняется таким голосом. Я думаю, понимая текст, вы погрузитесь в трагичность этой песни. Хватит слов. Давайте приступим к видео. Песня называется... СОЭС. А полное название — «Крик о помощи землянина, познавшего отчаяние». Этот парень будет выступать в телевизионной программе на конкурсе певцов. Вы также увидите реакции людей, которые соперничают с ним. И также реакции их наставников. Итак, давайте начнем. Просто обожаю. И так он начинает петь не громче, чем само пианино. Это придает голосу низкое звучание с небольшой интенсивностью. Сто-процентная гармония. Это такая смесь. Не забывайте, что он мужчина. Это такая смесь фальцета и грудного голоса. Чтобы так петь, требуется... Жуть, сколько техники. Он занимается вокалом с пяти лет. И у этого парня целых пять регистров. Пять октав. Если посчитать... До, ре, ми, фа, сол, ла. Си. Видите, сколько там всего? Сколько там нот? И это всего один регистр. Это одна октава. А у него таких пять штук. То есть это начиная с баритона, мужского голоса. И вверх до голоса сопрано. Мужчин, которые поют таким голосом, называют тенорами. И так как тенор — это всё же более женский голос, для женщин используется термин сопрано. И ещё есть свистковый регистр. Это такой навык, в основном преобладающий в женском голосе. Например, Морая Кэрри. Наверное, вы все её знаете. Давайте продолжим. Прекрасно. Вот это. Это уже не шутки, так как это баритон. И посмотрите, как далеко он зайдёт всего в одной строчке. Вы слышали? Ну как так? Он сейчас повторит это снова. Я вообще без понятия, как он с баритона доходит до сопрано. Это талант. Читайте слова песни. Всё, о чём там говорится, очень захватывающее. То, что вы только что услышали, называется «виво в очи». Это такой полный грудной голос, противоположный тому, что вы слышали ранее, когда он пел шёпотом, то есть фальцетом. Когда вы поёте голосом «виво в очи», это весь грудной голос, что требует большой силы и изрядной гибкости голоса. Там только один вопрос. Какого лешего? Ведь он ещё и худенький совсем. Тут и речи быть не может о большой грудной клетке. Этот парень очень и очень миниатюрный. Но при этом, если говорить о вокальном плане, то он просто исполин. Просто великолепно. В своём низком голосе и в пении шёпотом он использует много воздуха. Это делается для того, чтобы лирическое пение звучало в стиле поп-музыки. И у него это получается. А теперь и фер. А тут будет ещё высшее. ПЕСНЯ 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 Ну что я вам говорил? Что я вам говорил? Это свистковый голос. Люди называют его инопланетянином. А я считаю, что он вокальный виртуоз. Когда я услышал его в первый раз, я был обескуражен. Я начал искать о нём всё, что есть. Он пользуется большим уважением. Он любит Майкла Джексона. И ему 26 лет. У него такие своевременные паузы. Мощно. Опять вер. Он до этого уже пел эти слова. Только на этот раз это грудной голос. Это уже не фальцет. Тут аж прям нужно напрячь свои булки. Он поёт открытым голосом. С фальцета до свисткового регистра. Чёрт его знает. Как это можно вообще технически или вокально объяснить? И это самое впечатляющее в этом голосе. Драма, драма. Прошу вас посмотреть его. Меня зовут Димаш Кудербиген. В Ютубе его много. Приятного просмотра. Я хочу, чтобы вы знали, когда я впервые открыл его для себя, это был шок. Я рассказал о нём всем, кому можно. Это потрясающе. И я верю то, что его голос — это песня. Весь его репертуар. И всё чудесное в этом мире, всё это должно быть увидено и услышано, и оценено по достоинству. Я надеюсь, вам понравилось. Если вы его не знали, что ж, теперь вы его знаете. Думаю, теперь вы понимаете меня. Пишите комментарии, что вы думаете о моей реакции. До свидания. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok